здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестягин олег как-то в сети интернет а точнее на яндекс зене мне попалось интересное видео под названием то что вы увидите не имеет объяснения нечто в пустыне да я посмотрел нашел это все на карте так как есть координаты и решил все всем этим с вами поделиться и дать свое объяснение что же это такое на самом деле ну а также как обычно показать вам еще более интересные находки которые можно увидеть по google карте которые находятся рядышком мы давайте начнем с того места который нам автор под названием симферопольский показывал не . и назвал эту птица да она похожа на птицу вот так она выглядит а теперь давайте как я обещал дам свое объяснение что я здесь вижу во первых я вижу ров заполненный водой а может быть и нефтью ров этот создавали бульдозеры сзади форме хвоста это и есть отсыпка то есть расталкивание бульдозером той породы которой которую он выталкивал ну а также мы видим отчетливо как бульдозер расталкивал породой в бок вот эти следы можно более детально разглядеть то есть это следы от бульдозера я думаю ничего это геоглифу не имеет ну а также рядом как видите много разнообразных островов от работы скорее всего здесь происходило геологическая разведка и ничего более но что мне здесь рядом заинтересовало это вот эти вот странные следы форме гусениц от снегохода на да конечно только гораздо более гигантского ну да ладно может быть здесь хотели какие-то посадки можешь бурили что-то смотрели мое мнение что все это связано с геолога разведки так как я таких вот птиц и похожих здесь нашел огромное количество давайте покажу вам еще парочку а потом мы перейдем более масштабным находкам здесь похожие птицы до не такого качества но видно что также что-то копали вот здесь видно что выкопали но небольшую такую выемку так но мы давайте назад вернемся самому началу и рассмотрим именно вот этот вот гигантский хребет который разделил пустыню на две части посмотрим его более внимательно и покажу вам что я здесь удивительно увидел помимо геологических образований во первых сразу хочу обратить ваше внимание то что с левой стороны находится гигантский куча песка а вот с правой совсем немного такое ощущение что так припорошили это знаете вам заметочка на будущее дальше мы об этом поговорим почему так получилось также но здесь необычная гора такое ощущение что макушечку срезали гигантским бульдозером вот здесь гору подрезали до внутреннего слоя и он обнажился а также попрошу обратить внимание на структуру самого этого вала да геологи назовут это коллизия то есть столкновение тектонических плит то есть посередине пустыни токламакан да а это находится в пустыне токламакан столкнулись якобы две тектонические плиты и получилось получился вот такой рельеф то есть понимаете что при столкновении как нам объясняет происходит вот такая гармошка давайте немного дальше продвинемся посмотрим как она выглядит я периодически вам буду карту горизонтальное положение ставить чтобы видели то что этот вал сдерживает огромные дюны песка а с правой стороны это то что не сдержал этот вал давайте еще дальше посмотрим что тут за артефакты и увидел пробежимся немного по этому валу вот так он немного дальше выглядит здесь также отчетливо видно как этот вал якобы коллизия сдерживает на самом деле огромные дюны песка или вернее сдерживал сейчас да он уже скорее всего не имеет той первоначальной то есть функции я думаю конечно все это создано именно вот этот вал этот вал искусственный и он именно был создан для того чтобы сдерживать пески потому что за этим валом были плодородные почвы дальше я вам покажу почему я так думаю также вот рядом с этим валом как видите вот такая вот гигантская дорога идет верни не дорога что-то похожее давайте замерю рулеточкой чтобы вы понимали о чем речь какой она ширины 500 метров давайте вот именно эту дорогу будем более детально разглядывать который свыше 500 метров вот здесь по этой дороге можно увидеть как вал немного залезает на дорогу здесь он выходит а здесь можно увидеть как этот вал наши уже современные бульдозеры немного подкопали это отчетливо видно что здесь проводились уже современные работы также отчетливо это видно и вот здесь можно увидеть вынос песка а вот здесь конечно что-то непонятное такое ощущение что что-то проволокли и что-то знаете такое большое вот здесь работы производились также я думаю бульдозер вот отсюда сталкивали то есть сверху вниз такие вот кучечки а дальше кто-то снизу уже то есть подгребал увозил давайте дальше рассмотрим эту удивительную гигантскую дорогу такое ощущение что здесь найти граблями прогребли какими-то гигантскими или щеточкой вот он рядом как вал выглядит да как видели первоначально показывал то что начале вал уже практически не сдерживал пески а здесь еще сдерживает давайте дальше продвинемся знаете очень много чего интересного я здесь наглядел здесь видно то что вот этот дорогу такое ощущение что немного подровняли здесь отчетливо видно как проходят полосы основные и боковой вал как бы подрезал ее а вот здесь вернулся назад как такое в природе возможно получится я думаю это что-то технологическое вот здесь это гигантская полоса как видите немного вильнула в сторону мы все равно еще прослеживается а также хочу вам показать вот эти вот подтеки как видите они небольшого размера и у меня создается ощущение что воздушная водная эрозия здесь я думаю также дожди проходят начали работать совсем недавно если бы им было миллион или тысячи лет эти потеки бы гораздо больше бы давайте дальше пройдемся вот здесь закончился конец этих полос все практически нету их а вот здесь мы можем посмотреть фотографию как выглядит этот вал не знаем насколько достоверно эта фотография нам показывать эти полосы и этот вал сожалению я вам не могу гарантировать а вот то что здесь есть я вам показал давайте дальше приподнимемся посмотрим куда этот вал нас приведет а дошел он дорогие друзья до реки и вот так как будто его обрубили вот здесь он закончился не знаю может рекой под было уничтожила но за рекой уже то есть за руслом выше реки этого вала нету вот так он заканчивается давайте поверчем карту чтобы понимали то есть такое ощущение что здесь отсыпка закончилась все работы закончились хватит этот вал продолжать да и в конце вала есть руины каких-то древних строений не знаю к сожалению без описаний но показывают что это руины руины не такие качественные как видите это ветки смешанные с глиной и камнями что это было непонятно есть несколько фотографий а так это с более далекого расстояния все выглядит руины как видите небольшие вполне возможно то что в прошлом люди просто на этом месте в конце этого вала построили какие-то себе какое-то вернее жилища вот такой вал да место как видите туристическое уже создали дорожки чтобы не могли туристы подходить может быть исследователи не знаю давайте посмотрим что еще тут интересного я для вас наглядел меточка под названием сад вот здесь песках обнаружил по моему мнению я могу ошибаться дорогие друзья то ли кусты то ли это обломанные деревья не знаю как видите их не так много но отчетливо видно основная то есть часть таких кустов или деревьев обломанных занесена песком вот таких деревьев здесь огромное количество я где-то фотографию встречал но к сожалению у меня сейчас нету если найду выложу в сообществе на ютюбе там вы посмотрите как эти обломанные деревья выглядят так вот я думаю этот вал защищал то ли сад какой-то огромный то ли город который здесь существовал почему город давайте я вам объясню также я обнаружил здесь вот такие вот озера небольшими думают также это что-то искусственное не так далеко к древности а второе вернее второе третье то что я здесь увидел это дороги засыпаны может быть это даже не дороги может это были бывшие речки ручьи которые питали эти деревья посмотрите как похожи они на дороге но в то же время имеют разную ширину вот смотрите внимательно то что находится под песком поэтому я вполне могу быть прав то что этот вал защищал какой-то или город или сад до таких дорог здесь не огромное количество но на этим кое-что сохранилось как говорится а также они разной толщины вернее ширины и по направленности посмотрите как петляю поэтому вполне возможно будет что это не дороги русло от бывших рек это надо более внимательно рассматривать может каждый из вас открыть свои карты и посмотреть что это за дороги даже отметить куда они ведут и для чего такие у меня наблюдения дорогие друзья на сегодня ну а на этом я думаю закончить этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч